Здравствуйте, с вами компания Дом в дорогу. Меня по-прежнему зовут Константин. Мы сейчас находимся на одной из площадок, но на самом деле у нас их много. В Америке сейчас готовится три прицепа, тоже площадка. Они уже стоят на нашей территории, в Соединенных Штатах Америки. В Москве сервис-центре у нас два автодома, ну и конечно же склад временного хранения таможни. Но сейчас я вам хочу рассказать вот об этих двух красавцах, хюмерах. Один 570, а другой 580. У обоих автодомов все ведущие колеса. Я сейчас вам покажу отличие 570 от 580. В чем преимущество 570, который дешевле на 2 миллиона, вот именно об этом пойдет речь. Два близнеца-братья. Хюмер МЛТ 580 слева, вот видите, с темной кабиной. И Хюмер МЛТ 570 справа, вот весь такой вот белый и красивый. У обоих 163 лошадиные силы, оба имеют все помощники, оба 4 на 4. У обоих автодомов высокий клиренс, а вот кое-что у них разное. И вот обратите внимание, вот этот справа автодом, он дешевле. И индекс обозначается у него 570, а не 580. И он на 10 сантиметров короче. Но почему, казалось бы, немцы взяли и сделали его короче ни с того ни с сего? А вот ответ на этот вопрос. Вот посмотрите, вот эти вот оси задние стоят на одном уровне. Но у 570-го свес вот этот вот на 10 сантиметров меньше, чем у 580-го. Вот 580-го видите, какой он большой? А тут на 10 сантиметров меньше. Это сделано для того, чтобы у него была хорошая геометрическая проходимость. Другими словами, чтобы он задница не цеплялся и смог проезжать там, где 580-й не может. Вот обратите внимание, свес 580-го и свес 570-го. Поэтому у 570-го проходимость выше, потому что меньше свес. Вот именно этим обусловлено то, что все внедорожные автодома 4х4, они двухместные. Потому что тут банально некуда разместить еще две кровати. Поэтому иногда у нас спрашивают, я хочу 4х4 и чтобы было 10 спальных мест. То есть хорошей проходимостью не бывает. Конечно, для таких потребителей американцы сделали так называемый автодом Омни. 8 спальных мест, 4х4, но у него все равно огромные свесы. Это Тор Омни. И 4х4 дают высокую проходимость на гололеде, на рыхлом снеге. Но на охоту на рыбалку на нем, конечно же, не поедешь. А на этих поедешь. Но единственное ограничение у них вот это вот то, что всего два спальных места. Но можно еще стол-трансформер, это дополнительная опция, переделать для того, чтобы там разместить еще спальное место, но для ребенка. Ну и давайте попросим Андрея, чтобы он открыл гараж. Если маленький свес, то, конечно же, гараж уменьшается. Вот в 580-м у него свес больше. Геометрическая проходимость чуть-чуть хуже. Но зато вот такой вот гараж, видите, да? Большой. А у 570-го гараж чуть поменьше. Но он, наверное, дешевле, не забывайте. То есть у него два преимущества. Дешевле и геометрическая проходимость у него больше за счет того, что маленький свес. Но гараж у него тоже поменьше. Вот, кстати, видите, зимняя резина для клиентов. Ненадеванная, кстати. То есть повезло нам то, что мы ехали по сухому асфальту, поэтому решили не переобуваться. Но еще отличия, которые не относятся к 570-му и 580-му. Это отличия могут быть у любого. Ну, первый улучшайзинг – это выдвижная полочка для заправки газов. То есть если стоит второй баллон... Первый-то баллон легко заправить. А вот второй туда нужно руку тянуть, чтобы заправить второй баллон. Это не всегда бывает удобно. Вот это в 580-м. Теперь давайте посмотрим тот же отсек в 570-м. Пойдемте. Вот, видите, тут вот такой вот выдвижной полки нет. И вот смотрите, 580-й. Значит, у 580-го в аккумуляторном отсеке стоит два аккумулятора. Это тоже доп. опция, которая не имеет отношения. 570-й или 580-й. Разных можно поставить разное. И вот здесь можно поставить еще третий аккумулятор. Давайте посмотрим аккумуляторный отсек 570-го. Так, вот. Здесь у нас стоит всего один аккумулятор. Но обратите внимание, тут можно поставить большое количество аккумуляторов. Энерговооруженность у него будет очень высокая. И вот смотрите, доп. опция, которую стащили у Кнауса. Кнаус это придумал и запатентовал. Я не знаю, может быть, они что-то им платят за то, что они используют вот эти две защелки. Значит, у этого автодома, у 580-го, две защелки. Одна и вторая. Вот она, видите, да? А у 570-го, у 570-го одна защелка. Вот она, видите? Одна защелка. Ну, они называют это зимней дверью. Хотя это спорно, потому что, что там тепло держит хорошо за счет этих орингов, что здесь. Но, как бы, эти две защелки, мне кажется, больше маркетинговый ход. Потому что очень легко убедить покупателя в том, что зимой эта дверь плотнее прилегает и меньше у этой двери щелей. Вот на раз-два покупатель в это верит. Хотя, собственно говоря, и там, и там двери очень хорошие, пластиковые. И одной защелкой прилегается это очень, очень, очень довольно-таки неплохо. И давайте посмотрим, что мы теряем в 570-м. Как изменилась планировка 570-го внутри. Вот эти 10 сантиметров, на что они повлияли? Вот давайте сначала зайдем в 580-й. И посмотрим его в общем. И зайдем в 570-й. И тоже посмотрим его в общем. И обратим кое-что внимание. И вот это кое-что и будет, скажем так, потеря этих 10 сантиметров. На первый взгляд этого отличия практически нет. Но присмотревшись, его, конечно же, можно найти внутри. Итак, мы заходим в 580-й. Я буду сейчас обращать внимание именно на то в 580-м, чего нет в 570-м. Итак, вот этот автодом на 10 сантиметров длиннее того, который я сейчас буду вам показывать. Обратите внимание, у 580-го, у Хюмер МЛТ 580, есть отдельный душ. Вот он. Видите, да? Столик, два кресла, которые разворачиваются на 180 градусов. Сзади кровати. Итак, я вам сейчас показал душ. Запомнили, да? Теперь вот этот вот шкафчик. Вот видите, в 580-м есть этот шкафчик. Обратили внимание, да? Теперь здесь глухая стенка. Вот здесь вот. Видите, да? Итак, Хюмер МЛТ 580. Сейчас зайдем в Хюмер МЛТ 570, который на 10 сантиметров короче, и у которого на 10 сантиметров меньше свес, но который имеет лучшую геометрическую проходимость. ПО-ШЛИ в 580-й. Вот 580-й. Вот смотрите, в принципе, ну все то же самое, да? То есть вот на первый взгляд никаких отличий. Но заходим в душ. Включаем свет. Обратите внимание, душа здесь нет. Ну точнее он есть, да? Но вся эта кабинка представляет из себя душ. То есть он не отдельно в сторонке справа, а вот здесь вот на этом поддоне стоим и моемся. Вот здесь будет лейка. То есть все это пространство, оно совмещено в умывальник, в туалет и душ. То есть весь этот монолит представляет душ. Это сделано потому, что он всего на 10 сантиметров короче. Дальше обратите внимание, после холодильника нет вот этого шкафа для верхней одежды. Он отсутствует. Вот как раз из-за этих 10 сантиметров. Мы его как бы сжали, да? То есть мы получили выше проходимость, но лишились вот этого шкафчика. Видите, вот каждый квадрат, каждый сантиметр важен в автодоме. Каждый. Кстати, вот невольно вспомнилось. Я не то чтобы недавно, года 4 назад был в одном автодоме производства, в одной из республик бывшего СССР. Но, честно говоря, не стал его выкладывать, потому что там такой ужас был, что дальше некуда. А видите, здесь каждый сантиметр имеет свою роль. Каждый миллиметр мы прибавляем и чего-то лишаемся, или наоборот убираем и что-то получаем. Насколько здесь все продумано. Итак, 570. Вот там была глухая стенка, а здесь у него есть вот такой вот шкафчик. Этот шкафчик сделан вот вместо этого шкафчика, который есть в 580. Ну вот, цель этого ролика заключалась в том, чтобы вам показать отличие 570 от 580. С вами была компания «Дом в дорогу». Наша компания единственная, которая организует путешествия по всему миру, единственная в стране. Сайт «Дом в дорогу.ру». 14 июня по 1 июля 2024 года компания «Дом в дорогу» проводит очередное ежегодное путешествие с домами на колесах в самую лучшую, самую гостеприимную, самую интересную и самую удобную в мире страну для путешествий с домами на колесах в Грузию. За 16 дней мы посетим живописнейшие места этой удивительной страны. Мы будем ночевать там, где не могут себе это позволить обычные туристы. По всему маршруту нас ждут благоустроенные площадки. В наше путешествие могут ехать европейские и американские прицепы, любые автодома. Само путешествие проходит по легким дорогам, а ночуем мы в местах, где удобно парковать прицепы автодома. Никаких сложностей по всему маршруту нет. Это путешествие в Грузию мы рекомендуем новичкам, купившим недавно прицепы автодома. После нашего группового путешествия вместе с опытными караванерами вам будет легче выезжать на дальние расстояния самостоятельно. Мы проедем по одной из самых красивых дорог мира, пересекающей главный Кавказский хребет наивысшей точке 2200 метров над уровнем моря военно-грузинской дороги. Мы посетим древнюю крепость Анануи. Мы расположим свои дома на колесах в историческом центре Мцхетта у подножья собора Святисхавели IX века, прямо в историческом центре Мцхетта. Мы побываем в Лермонтовском Дживаре, мы проведем экскурсию по Тбилиси. Мы посетим древний пещерный город у Плесцихи, где нам о нем расскажет знаток этих мест Сталберг, а заодно и накормит в собственном ресторане. Мы проведем экскурсию в музее Сталина. Мы остановимся у стен древней крепости и зажарим барана на мангале. А на следующий день побываем в действующем мужском монастыре, расположенном внутри горы на высоте 300 метров. В курортном городе Боржоми мы будем пить воду прямо из скважин. Мы будем целую неделю отдыхать на море в самом лучшем кемпинге на Черном море, расположив свои дома на колесах в нескольких метрах от пляжа. Мы посетим одно из красивейших мест в мире пещеры Посейдона и один из красивейших городов мира – Батуми. Субтитры подогнал «Симон»!